Приветствую вас. Вы знаете, мне почему-то кажется, что вы не очень, знаете, как вам сказать, не очень серьёзно настроены на то, чтобы девушку вернуть. То есть мне кажется, что вы не очень серьёзно вообще настроены по отношению даже к тому, чтобы вот, например, решить проблему. Почему я так думаю? Дело в том, что вы пишете, что вам нравится девушка. Нравится девушка, и возможно, вы этой девушке нравитесь тоже. Это хорошо, но вы не написали того, почему, а из-за чего, грубо говоря, вы перестали с ней общаться. То есть, как так получилось? Вы вроде бы гуляли, да? Вот. Вроде бы вы гуляли друг с другом несколько раз. Ну, вроде бы вы гуляли друг с другом несколько раз. А потом вы как-то почему-то перестали. В последнее время она начала меня игнорировать. Мы перестали встречаться с взглядами и разговаривать с пищевыми. Вот меня интересует скорее именно этот момент. По какой причине такая история произошла? По какой причине так случилось? Это важный момент на самом деле. если вы действительно хотите ситуацию как-то исправить. Это действительно очень-очень важный момент. В чем причина того, что вы перестали с девочкой взаимодействовать? Ну, ведь не случайно же это произошло? Я думаю, что нет. А значит, нужно разбираться в первую очередь с этим. Что вы сделали, может быть, не так? Что вы сделали, может быть, плохого, что девушка не понравилась и так далее. Далее. Предположим, просто пока предположим, что девушка на вас за что-то обидела. Вот. Ну, предположим, да? Такое бывает. Мне интересно, пытались ли вы с ней как-то поговорить? Пытались ли вы что-то сделать? Пытались ли вы выяснить, почему она стала относиться к вам по-другому, иначе? Из-за чего она стала относиться к вам иначе? И так далее. То есть, понимаете, какая история? Если вы делали это, да? Если вы подходили к ней, спрашивали у нее, что случилось, там, в чем проблема, и она вам не отвечала, не говорила, не объясняла, то это одно. Это одно. Но тут в таком случае можно говорить о том, что, ну, девочки, может быть, вы и не нравились изначально. Ну, просто вот, что не нравились вы, девочки, и все. Вот. Да, неприятно, да, безусловно, это негативный аспект для вас. Но, тем не менее, тем не менее, это нужно просто принять. А вот если вы не подходили к девушке и не спрашивали у нее, что случилось, и по какой причине она так вот себя ведет с вами, если вы не спрашивали у нее, то никак вопрос, почему. Это первое. И второе. Вы не попытались помириться с ней, вы не попытались выяснить, что произошло, ну, между вами. Но вместо этого вы решили над ней подшутить. Вот, понимаете, для того, чтобы ваши отношения сохранить вообще, нужно, чтобы вы постарались увидеть причины такого своего поступка. Потому что это очень, ну, не то чтобы странно даже, да, это не направлено на девушку. Вот, скорее так, я бы сказал. Это направлено на, например, вас, это направлено на какие-то, может быть, ваши страхи. Но это не направлено на девушку. Вот. И если это не направлено на девушку, то можно говорить о том, а вы вообще, вы вообще, ну, скажем так, о ком думаете, в первую очередь, когда речь заходит о ней? Вы думаете о том, чего хотите вы? Если да, то почему и для чего? Или вы думаете о том, чего хочет она? Да, это согласитесь, вещи совершенно, совершенно разные, разные вещи. Потому что если вы думаете о себе, то это одно. Если вы думаете о ней, это другое. Но нужно, чтобы, чтобы это как-то проявлялось. То, что вы думаете о ней. Потому что пока, к сожалению, незаметно, что вы думаете о ней. Заметно, что вы думаете о себе. Заметно, что вы как-то вот балуетесь, да. Проявляете шалости, шалите, хулиганите и вообще ведете себя. Ну, мягко говоря, не так, как должен вести себя, ну, взрослый человек. При этом я не говорю о том, что вы ведете себя именно плохо. Я не хочу сказать, что вы ведете себя плохо. Я хочу сказать, скорее, что вы ведете себя определенным образом так, что девушке не нравится. Знаете? И вот тонкость вся в том, что у вас, очевидно, у вас, есть свои причины для того, чтобы так себя вести. Мне бы хотелось, вот честно, мне бы очень хотелось, чтобы вы эти причины для себя постарались выяснить, потому что они важны. И тогда это помогло бы вам корректировать ваше поведение, чтобы подобных вещей не повторялись. Не повторялось. Теперь переходя непосредственно прямо к вашей, значит, шутке, да, которую вы устроили. Задаю, собственно говоря, прямой вопрос. С какой целью вы так шутили? Для чего вы так шутили? Что, условно говоря, послужило стимулу вам для того, чтобы так шутить. С человеком, который на вас обижен. Вот подумайте, как следует об этом. Я не буду сейчас гадать на эту тему, да, хочу, чтобы вы с вами подумали. И постарайтесь быть честным с собой в этом аспекте. Потому что вы сделали это не просто так. Вы сделали это по наитию, но по какому наитию? По, скорее, деструктивному наитию. То есть вы не могли не знать, что это плохо кончится. Вы не могли не чувствовать, что это плохо кончится. Но вы все равно это сделали. А это значит, что есть определенный деструктивный сценарий в вашем поведении, который как бы стимулирует вас к тому, чтобы так себя вести. И я хочу, чтобы вы увидели вот этот сценарий, увидели его негативные проявления по отношению к себе. И по возможности, да, по возможности сделали бы что-то для того, чтобы он этот сценарий вас не тревожил. Чтобы он не имел, грубо говоря, над вами власть. Понятно. Я надеюсь, о чем идти прежде. Дальше. Дальше. Что мне делать? Интересный вопрос, Олег. Что мне делать, чтобы что? Как сделать так, чтобы она не стала игнорить? Здесь, я полагаю, нужно обратиться к истокам и проанализировать то, что происходило в последнее время. В том числе и ваше поведение. Потому что если вы общались, 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 все было хорошо, а потом внезапно все стало плохо, то у этого есть причина. Какие причины именно? Я, естественно, не знаю, но тем не менее. Далее. Как вернуть все, как было? Олег, вернуть все, как было, у вас не получится, потому что ваши отношения сейчас переживают определенный кризис. Если вы помиритесь, например, с девушкой, да, то есть, ну, сойдетесь с ней, то вряд ли она будет относиться к вам так, как относилась. Возможно, она будет относиться к вам ближе, ну, теплее. Возможно, она будет ожидать от вас каких-то действий, ну, например, по сближению, по завоеванию ее. Возможно, она будет ожидать от вас ухаживаний и чего-то еще в этом роде. Если вы не сблизитесь, если у вас не получится помириться, то в этом случае можно говорить о том, что вы не будете с ней взаимодействовать или она будет держать вас на расстоянии. В этом случае, опять же, это вполне нормальная реакция, потому что, ну, а вот сами подумайте, какой стимул у человека, да, с вами сблигаться, зачем? Для чего ей переставать вас игнорировать? Поставьте, просто поставьте себя на место, на место девочки. Вот. Поставьте себя на место девочки. Для чего ей с вами быть? Зачем ей с вами взаимодействовать? Что ей это даст? Тем более, что вы называете ее особой. То есть, это не девушка, не женщина, не человек. Это особо. И вот в каком контексте вы ее так называете? В каком, в каком контексте вы так о ней говорите? Не принижающим ли? Понимаете? Какой, какой момент? Поэтому, все как было, сделать не получится в любом случае. Тут либо отношения пойдут вверх, либо отношения пойдут вниз. Далее, что мне делать дальше, чтобы она вновь расположилась ко мне? Ну, я полагаю, что для начала нужно извиниться. Об этом вам говорили мои коллеги, но у меня к вам вопрос немножко другой. А почему вам самому подобная простая, на мой взгляд, мысль не прислала в голову? Просто извиниться перед человеком за то, что вы сделали. Это же просто, вы причинили девушке негатив. На ровном месте. Вы испугали ее. Я сейчас не преследую цель вас обвинить. Я просто говорю о том, что произошло. Вы испугали ее. Вы вызвали у нее нервный стресс, нервное переживание. И как она может вам, например, допустим, доверять? А она не может, не может вам доверять? Понимаете? Какая история? Она не может вам доверять, потому что вы делаете какие-то вещи, да? Вы делаете какие-то вещи не ради нее. Ну, скажем так, для себя. Как она думает. Вот. И, соответственно, вряд ли ее можно, ну, за это упрекнуть. За то, что она делает вещи для себя. За то, что она не хочет, точнее, точнее, чтобы, чтобы, ну, чтобы вы с ней как-то взаимодействовали. Потому что вы делаете это для себя, а не для нее. Ну, по ее мнению. Поэтому для начала вам нужно извиниться. Это, в любом случае, это как минимум. Вот. Дальше, значит, предложить, значит, просто поговорить. То есть пока не нужно никого никуда, значит, приглашать. Вот. Вот. Просто вам постарайтесь поговорить с девочкой. Вот. И выясните, 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 почему она, значит, с вами стала холодна. По какой такой причине, да, она стала вас игнорировать. Важный, важный ли это момент? Да. Очень, очень важно. Это очень важный момент для вас, чтобы вы увидели, что же, собственно говоря, произошло. или вы можете проанализировать сами то, что случилось, и проанализировав самостоятельно сможете предпринять какие-то действия для того, чтобы, ну, допустим, сразу девочке сказать, что, вот, прости, я, вот, вспомнил, да, тогда вот, что было, вспомнил, вот, ту ситуацию, которая была, там, тогда-то, 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 вот, прости, я, там, не хотел, я, не подумал, ну, и так далее, и так далее, и так далее, вот, там, что девочка, вполне возможно, вам не захочется объяснять, что именно, ее напрягло, и что именно ей, собственно, не понравилось. Ну, просто может не захотеть объяснять этого вам. Вот. И уже после того, как вы с ней поговорите, после того, как вы выскажете ей, вот, свою позицию, после того, как вы сделаете эти шаги вперед, вот, в зависимости от ее реакции, с ней можно будет думать о том, что делать дальше. То есть вы либо общаетесь с ней, ну, например, как друзья, просто как друзья, либо, либо вы действуете, значит, более решительно, то есть я имею в виду, более решительно, это имеется в виду, как вот советуют мои коллеги, приглашаете ее куда-то, да, приглашаете ее куда-либо для того, чтобы, чтобы, ну, чтобы с ней сблизиться, еще больше, чтобы с ней еще больше сблизиться, и чтобы тем самым реализовать свою симпатию по отношению к ней, как вы и хотите, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы, значит, она думала о вас гораздо лучше, чем думает сейчас. Причем, если вы соберетесь за ней ухаживать, ну, вот, реально, если будете за ней ухаживать, да, то лучше будет, если вы будете использовать свои самые сильные стороны. То есть я имею в виду, что не нужно пытаться ухаживать так, как, например, нравится ей. Не нужно. Но не ухаживать так, как получается у вас. То есть стараться делать то, что у вас хорошо получается. И уже, по-моему, ориентироваться на нее. Именно так и только так вы сможете, ну, как-то ситуацию действительно привести под то, что удобно будет именно вам, именно для вас. Почнее, точнее. Вот. Вот, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что стал стал немножко понятней, что делать, что делать и в каком направлении двигаться вам теперь дальше. Вот. Я надеюсь, что вы извлечете необходимые выводы, сделайте выводы, извлечете опыт, вот, необходимый, и уже непосредственно с этим опытом будете действовать. Действовать, ну, для того, чтобы добиться того, чего вы хотите. Но, хотел бы предупредить вас сразу о том, что с девушкой может не получиться. То есть, вы девушку, может быть, уже потеряли. Потеряли. Ну, просто потому что, не конкретно, не конкретно из-за того, что вы делаете. Нет. Не конкретно. Просто потому что, вы могли девушку уже потерять. Поэтому, если собираетесь что-то делать для нее, то стараться нужно делать именно действительно для нее, а не для, допустим, самого себя. Потому что, если вы будете делать для самого себя какие-то вещи, то, на мой взгляд, вы рискуете испытать сильное разочарование. Вот. И в результате можете еще более ухудшить и свое ощущение, и перед девушкой опять выставить себя как-то, ну, негативно. Вот. И так далее. Поэтому, подобные ошибки, мне кажется, вполне можно не допускать. Если у вас остались вопросы какие-то, я буду рад вам помочь. Я буду рад помочь вам решить ваши проблемы. И не только, я думаю, не только я, но и, в общем-то, все коллеги. Вот. Наши. Так что, обращайтесь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok